22 дня. Именно за такой короткий срок были созданы для Красной Армии эти средства ближнего боя. Простые, надежные и эффективные в использовании, недорогие и массовые в производстве. Противотанковое оружие конструкции Дегтярева-Симонова в фильме «Оружие». Первые недели Великой Отечественной войны нанесли серьезнейший урон артиллерии Красной Армии. Отступающие советские войска бросали не только пушки, гаубицы, но и средства механической тяги, тягачи и трактора, оставшиеся без горючего. Большое количество орудий было захвачено немцами на складах и в артиллерийских парках. В обороняющихся частях катастрофически не хватало противотанковых средств. Красная Армия в полной мере испытала последствия предвоенных ошибок в области артиллерийского вооружения. По итогам боевых действий в Польше, Бельгии, Франции, советские военные руководители сделали вывод о том, что легкие противотанковые средства изжили себя. Считалось, что новейшие немецкие танки уже получили противоснарядную броню и малокалиберное оружие против них бессильно. Начальник главного артиллерийского управления РККА Григорий Кулик предложил остановить производство 45-мм пушек, а противотанковые ружья вообще снять с вооружения. Кулик Григорий Иванович, заместитель наркома обороны СССР, маршал Советского Союза. Годы жизни 1890-1950-й. Участник Первой мировой войны. Во время гражданской начальник артиллерии 1-й конной армии Семена Буденова. С 1937 по 1941 годы занимал пост начальника главного артиллерийского управления РККА. Одновременно с 1939 года заместителя народного комиссара обороны. Маршалу удалось отстоять свое мнение перед высшим руководством страны. И выпуск полевых пушек калибром 45 и 76 мм был прекращен. А противотанковые ружья вообще исключены из системы вооружения рабочекрестьянской Красной Армии. В результате советская пехота в начальный период войны оказалась лишенной эффективного противотанкового средства ближнего боя. При том, что танковые части вермахта были вооружены в основном легкими машинами немецкого и чехословацкого производства, броня которых пробивалась даже пулями крупнокалиберных пулеметов. Даже для батальона, хотя я говорил уже, что в батальоне было, в некоторых батальонах было по две 45-ки образца 1937 года, даже для батальона 45-ка была очень тяжела. Это оружие полка, дивизии, а для роты батальона нужно было какое-то свое мощное, но достаточно легкое огневое средство. В этой ситуации уже 8 июля 1941 года руководство страны поставило перед несколькими конструкторскими бюро, которые занимались разработкой стрелкового вооружения, задачу – срочно создать новые образцы противотанковых ружей. В те дни требовалось как можно больше подобных средств, простых и дешевых. А главное, они были нужны немедленно. Через 22 дня свое ружье представила Государственная комиссия КБ Дегтярева. Дегтярев Василий Алексеевич, выдающийся советский конструктор стрелкового оружия, генерал-майор инженерно-артиллерийской службы. Годы жизни 1879-1949. Автор конструкций автоматического карабина, ручных, авиационных, танковых, ротных, станковых пулеметов, пистолета-пулемета ППД, крупнокалиберного пулемета ДШК, противотанкового ружья ПТРД. Инженеры и конструкторы без преувеличения совершили подвиг. В кратчайшие сроки они разработали и представили на полигонное испытание образец оружия, которое было пригодно для массового производства и сочетало в себе простоту, надежность и отличные боевые качества. ПТРД-41. Противотанковое ружье Дегтярева, образца 1941 года. Калибр 14,5 мм. Длина 2 метра. Вес 17,3 кг. Прицельная дальность стрельбы 600 метров. Скорострельность 10 выстрелов в минуту. Бронепробиваемость на дистанции 500 метров 25 мм. Расчет 2 человека. Технологичность однозарядного дегтяревского ружья позволила быстро развернуть его массовое производство. Осенью 41-го года большая часть ПТРД досталась войскам, которые защищали Москву. Нередко ружья направлялись на передовую прямо из цехов. Благодаря простоте конструкции ружье Дегтярева стало самым массовым оружием такого класса в ходе Второй мировой войны. Его производство прекратилось только в январе 1945 года. Уже к концу 42-го года все потребности войск в таком вооружении были удовлетворены. Промышленность к этому времени выпустила 184 тысячи ПТРД. Одновременно было разработано, прошло испытание и осваивалось в производстве многозарядное противотанковое ружье ПТРС-41, разработанное в конструкторском бюро Симонова. Симонов Сергей Гаврилович, советский конструктор стрелкового оружия, герой социалистического труда. Спроектировал ручной пулемет, автоматическую винтовку, противотанковое самозарядное ружье, самозарядный карабин. Симоновское ружье было создано на базе автоматической винтовки АВС образца 1938 года. Конструктор увеличил калибр и уменьшил магазин с 15 до 5 патронов. Перезарядка производилась автоматически, а не вручную, как у дегтяревской модели. За счет этого серьезно повышалась скорострельность. В условиях реального боя такое качество имело неценимое значение. Образец Симонова настолько хорошо зарекомендовал себя на испытаниях, что Государственный комитет обороны постановил принять на вооружение и запустить в производство сразу два вида ружей. И ПТРД, и ПТРС. Довольно редкое для воюющей страны решение. ПТРС-41. Противотанковое ружье Симонова образца 1941 года. Калибр 14,5 мм. Длина 2,2 м. Вес 20,9 кг. Прицельная дальность стрельбы 1500 метров. Скорострельность 15 выстрелов в минуту. Бронепробиваемость на дистанции 500 метров 25 миллиметров. Расчет 2 человека. Конструктивно ружье Симонова было сложнее Дегтяревского. И потому его серийное производство потребовало больше времени и усилий. К началу 1942 года было выпущено лишь 77 ПТРС. Однако за следующий год заводы произвели 63 тысячи симоновских ружей. Конструкция ПТРС, как и ПТРД, содержала все основные сервисные приспособления. Наплечник с кожаной подушкой для ослабления действия отдачи. Пистолетную ручку, складывающуюся сошку и полный тормоз. Патроны также были одинаковы. С бронебойно-зажигательными пулями. Поскольку ружья принимались в срочном порядке, были у них и недостатки. У ПТРД проблемы с извлечением стрелянных гильз. У ПТРС случались сдвоенные выстрелы. Приходилось решать проблемы войсковых мастерских и в ходе производства. Появление нового оружия в войсках трудно переоценить. Вплоть до конца 1942 года на вооружении вермахта не было танков, защищенных от огня советских противотанковых ружей. Возможность быстрого развертывания на танкоопасных направлениях, взводов и рот бронебойщиков изменила соотношение сил. Теперь пехота могла противостоять немецким танкам на значительном расстоянии. Немецкое командование высоко оценило действия ПТР. А вот слова из заключения технического инспектора вермахта. Противотанковое ружье Симонова может считаться из всех известных систем противотанковых ружей самым совершенным. Даже после принятия на вооружение вермахта новых тяжелых танков, неуязвимых для пуль противотанковых ружей, ПТР оставались действенным средством в борьбе с бронетранспортерами, самоходными артиллерийскими орудиями и укрепленными точками немцев. Они уничтожали автомашины, низколетящие самолеты и объекты на земле. 14,5-мм противотанковые ружья как Дегтярева, так и Симонова используются не только с бронеобъектами, но и для борьбы с пулеметами, с танковыми, для борьбы со снайперами, а также для поражения дотов и дзотов. Они старались, правда, стрелять в амбаразуру, и они пробивали деревянные и земляные насыпи полевого типа. 13 июля 1943 года во время сражения на Курской дуге бронебойщик Денисов сбил из противотанкового ружья два немецких бомбардировщика. Писатель Михаил Шолохов использовал этот эпизод в своей книге «Они сражались за Родину». Легкость ружья, удобство переноски, несложное оборудование огневых позиций, возможность в качестве укрытия использовать естественные преграды – все это вместе делало расчет противотанкового ружья опасным противником. Немецкий генерал танковых войск Мелентин писал в своих мемуарах. Иногда думаешь, что каждый русский пехотинец имеет противотанковое ружье или пушку. Русские очень умело располагают эти средства, и, кажется, нет такого места, где бы их не было. Кроме того, они обладали еще одним положительным качеством. Присутствие противотанковых ружей оказывало огромную психологическую поддержку обороняющейся пехоте. Позволяло справиться с танкобоязнью. Ружья Дегтярева и Симонова стали лучшими в мире среди аналогичных систем вооружения. Рассказ о других средствах борьбы с вражескими танками и пехотой в следующем фильме «Оружие». Редактор субтитров А.Семкин